всем добрый день сегодня у вас очередная распаковка на этот раз пришел ноутбук для того чтобы улучшить качество монтажа непосредственно видеороликов и также использовать для рабочих целей а возможно и для игр с чем связана покупка нового ноутбука потому что старый ноутбук тошиба который мы монетизировали два года назад настоящее время не удовлетворяет требованиям а именно потому что например если вы используете ролики 8-10 минут с покраской с различными эффектами то вам для этого потребуется чтобы его в конечном итоге сконвертировать и получить окончательный видеоролик со всей покраской и спецэффектами это где-то около 2 часов что достаточно долго поэтому было принято решение заменить ноутбук на более мощный тем более подвернулась такой момент что цена резко снизилась на алиэкспресс данного ноутбука мси как вы уже видите gf63 zink ультратонкий до той цены на которой его не жалко было покупать пришло все это из российской федерации со склада где-то в течение недели там нагрузка и тому подобное все пришло в сером пакете внутри серого пакета находилась данная упаковка что из себя представляет ноутбук более подробно рассмотрим чуть позже да кстати сразу же хочу сказать что у нас будет несколько частей но во первых здесь стоит intel девятого поколения процессор i7 9750 h и также стоит в одноканале 8 гигабайт памяти также здесь есть ssd накопитель у которого 512 гигабайт памяти можно записать информации а все остальное уже по делу связано с тем что здесь в одноканале стоит 8 гигабайт то понадобится вам еще одна планочка чтобы было хорошо комфортно работать то есть минимум сейчас 16 гигабайт комфортной работы возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк сервисом лети шопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от лети шопс ссылка в описании но связи с тем что я брал под работу мне нужны другие объемы и я взял две планки по 16 гигабайт и мы чтобы не затягивать этот ролик разобьем на сериал как минимум будет 3 серии и также на моем канале был ssd накопитель который сейчас тоже пригодился потому что внутри есть способы его установки почему ssd накопитель а не hdd но и на то что для работы для конвертации файлов видео также для других целей а для той информации которая нужна я использую внешний бокс hdd накопителя куда я и скидываю важную информацию которую мне жалко потерять это тоже будет уже в третьей части то сразу же хочу сказать что здесь игры рассматривать не будем мы полностью рассмотрим и протестируем данный ноутбук как исходном варианте так и в последующем уже непосредственно в модернизированном каждая модернизация ведет за собой соответствующие тесты поэтому готовьтесь и начнем с мао сейчас мы его распакуем да кстати здесь отсутствует windows поэтому сразу же тем у кого windows нет вернее кому нужно будет установить вам понадобится 8 гигабайт флешка на которую нужно записать установочник windows и понадобится ключик каждый эту проблему решается у меня проблема эта решена и я без проблем установлю windows и продемонстрирую что у нас получилось давайте смотреть что у нас пришло вот такая коробочка внешне стандартно для MSI подошла внутри этой коробочки у нас находится еще одна коробочка вот такая вот темненькая давайте вскрывать посмотрим что находится внутри сейчас перевернем внутри находится сам ноутбук достаточно тонкий такого плана так сразу хочу сказать что здесь стоит один вентилятор и выдув осуществляется назад и на левый бок ну и более подробно потом еще рассмотрим также внутри находится документация и он здесь залазки или вернее крепление непосредственно диска два с половиной дюйма на внутри ноутбука здесь 4 винта крепление самого диска и крепление внутри ноутбука все это мы проделаем ночью позже дальше здесь сетевой кабель здесь он больших размеров около метра даже не метр а 7-8 сантиметров и непосредственно блок питания блок питания такой вот он компактный относительно и здесь 19 половиной вольт и 6 15 ампер мощность 120 ватт такого бочка вот он давайте посмотрим как он открывается в них проходит тест макбука ну как видим открывается здесь внутри клавиатура сейчас он разряжен аккумулятор до минимально необходимого здесь красная подсветка здесь три градации и отключение непосредственно достаточно все удобно достаточно большие клавиши единственный минус нет нампада отдельной цифровой клавиатуры что для некоторых может хотя если у вас есть logitech приемник унифин то вы можете к этому приемник включить внешнюю клавиатуру если у вас есть мышку и тому подобное у меня это есть поэтому проблем особо нет на котором есть цифровая клавиатура здесь есть живых кнопок нет достаточно все хорошо сделано здесь кнопки углубление небольшое да кстати здесь вот эта крышка алюминиевая есть пластик и внешний тоже шлифованный матрица здесь IPS уровня цветопередача ну не столь хорошая как хотелось бы для например видеомонтажа и тому подобное тут до 60 процентов различной цветовой передачи дальше с обратной стороны вот такого типа здесь воздухозаборные решетки для того чтобы охлаждать совместно и видеокарту дискретную и процессор кстати здесь дискретная карта 1650 ти в дизайне максю здесь у нас находится непосредственно отключение зарядки usb 3.2 отдельные здесь что положительно аудио разъемы для наушников и для микрофона также 2 usb 3.2 и usb-c но это по сути тоже usb 3.2 вход ethernet гигабитная сеть 1 гигабитная сеть и отверстие для замка king's lock на задней здесь hdmi единственно минус здесь hdmi 1.4 и 2.0 то есть у вас вывод на дополнительный внешний экран будет 4k 30 кадров в секунду максимум что давайте сейчас я заряжу и также установлю windows и в последующем мы рассмотрим и протестируем полностью данный ноутбук так как хорошо видим поверхности заляпывается поэтому вам будет необходимо и иметь тряпку для того чтобы убрать эти пятна вот такая вот проблема причем не такая для данного топ кейса и также верхняя крышка которая сейчас в пленке тоже надо будет выбирать отпечатков пальцев дракончик тут не светится специально я взял такого уровня чтобы был тонкий исходя из этого уже есть моменты и проблемы по охлаждению но чтобы был компактный тонкого образца чтобы не громоздкий не шумел исходя из своих потребностей итак давайте подключать windows загружен и посмотрим что находится внутри так все у нас загрузилась я воспользуюсь ресивером logitech унифин для того чтобы подключить мышку как видим матрица ETS уровня так у нас как видим подключена подсветка здесь есть три градации и отключение вот такого типа привыкать конечно придется к шрифту клавиш и также здесь есть одно неудобство это то что клавишу DELETE и INSERT совместили как одну ну DELETE тут просто ее нажимаете а к INSERTу например чтобы скопировать там CONTUR INSERT и SHIFT INSERT вставить вам придется еще одну клавишу функционально нажимать для того чтобы добраться до INSERT а вот такие вот неудобства давайте посмотрим что из себя представляет dragon центр в котором также можно будет увидеть как включить веб-камеру здесь она простого образца стандартная из особо выдающегося нет если что лучше подключать внешнюю веб-камеру но в данном случае есть у меня ролик на канале когда я при помощи кабеля подключил Nikon D5600 для того чтобы использовать ее как веб-камеру и плюс еще для использования непосредственно с программным обеспечением Nikon чтобы можно было управлять полностью этой камерой как в фото режиме так и в видеорежиме и записывать соответствующие файлы непосредственно внутрь данного ноутбука причем при помощи dragon центра можно сразу же автоматически находят новые файлы для соответствующего оборудования и предлагает вам перескачать и установить так что особых проблем нету а а Субтитры сделал DimaTorzok Давайте переходим к тестированию и определим что за оборудование находится внутри данного ноутбука Для этого воспользуемся стандартными тестировщиками это CPU-Z, GPU-Z и AID И посмотрим что находится внутри и пройдем их тесты в том числе и оси сети Подписывайтесь на наш канал! 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 давайте рассмотрим как работает система охлаждения в настоящее время температура воздух где-то 22-23 градуса запускаем полностью аида c4 extreme test в котором отметим все галочки кроме одной относящиеся к накопителю и в течение определенного времени около 80 минут протестируем и посмотрим существует или троттлинг и какие температуры держит данный ноутбук при максимальной загрузки всех частей а 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 итак я вам продемонстрировал возможности ноутбука msi gf63 zing соответствующим обозначением которое указан в названии ролика данный ноутбук прошел тестирование он мне понадобился в основном для работы для игр он тоже подходит например три пола и игры здесь достаточно хорошо справляется данный ноутбук при full hd и средних настройках и там еще в зависимости от того как вы настроите эту игру данный ноутбук нужен мне для того чтобы использовать в работе в том числе и для монтажа видео 4k и full hd соответствующим битрейтом чтобы ничего не тормозило и благополучно все выводилось на экран каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию как обычно предоставил вашему вниманию каждый решает об необходимости приобретения данного ноутбука всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео до свидания до свидания Субтитры сделал DimaTorzok